Проверяем соединение. Друзья, вот недавно мы выходили в эфир. Это был пробный тестовый выход. Я записывала фрагмент урока Зинаиды Владимировны. Она пишет для вас новый такой курс с маками. Вот так же сегодня я об этом узнала и подглядела и показала вам фрагмент урока мака. Сейчас вообще неделя у нас посвящена графике. И у нас сегодня эфир посвященный графике в карандаше. Потому что простыми карандашами можно великолепные сюжеты создавать. И так же мы хотим дать анонс сегодняшней встречи в клубе. Миниатюрная графика тонкой кисти. Вот сегодня мы подробно об этом узнаем. Вот передаю слово Зинаиде Владимировне. Дорогие друзья, но что может быть эффектнее, если мы рисуем карандашом? Это очень удобно брать везде с собой в дорогу. То есть карандаш, вот это самый главный инструмент художника. Поэтому если вы хотите начать действительно изучить виды различной графики, карандаш вам в помощь. Самый простой карандаш. Лучше всего покупать набор карандашей, которые есть самые твердые и самые мягкие карандаши. В данном случае в этом виде графики нам понадобится от HB до 10-12B. Поэтому я вам сейчас здесь набросаю какое-то некое фантазийное дерево, чтобы вам было понятно, что нарисовать простым карандашом можно все, что угодно. Это очень важный инструмент. Это прекрасное подтверждение моторики руки. То, что мы с вами иногда с возрастом особенно теряем. Поэтому здесь очень важно научиться владеть карандашом. На своих уроках по графике я очень подробно рассказываю о композиции. Потому что без композиции графика становится или более удачной, или менее удачной. Так вот именно композиционные все моменты в графике, которые я очень подробно рассказываю, уделяя самое большое внимание, они являются самыми главными. Это позволяет, изучив такие моменты, как построение композиции, вот эти все графики, вы сможете создавать свои произведения. Потому что я всегда за то, чтобы каждый человек показал свой стиль, не повторяя то, что показывает педагог. То есть на начальных этапах рисовать то, что рисует педагог, это можно. А дальше нужно развиваться самим. Поэтому без образования по теме композиция, дальнейшей никакой авторской идеи вряд ли получится. Поэтому очень вас прошу изучать именно композиционные приемы, которые вам легко будут использовать их. Ведь графика карандашом очень популярна. Друзья, давайте проверим. Вот в Инстаграм сегодня тоже тормозится очень у нас, а ВКонтакте идет вроде как хорошо. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы хорошо видите в Инстаграм или ВКонтакте, где вы нас смотрите, или плохо, тогда мы переподключим. Переподключим, сделаем, чтобы вы хорошо видели. Просьба, дорогие наши участники, особенно в Инстаграм. Мне кажется, там притормаживает. Помогите, пожалуйста, напишите в чате. Похоже, там тормозится. Спасибо, вот ВКонтакте пишут, что плюсики. Спасибо, Татьяна. А вот в Инстаграм у нас что-то телефон не тянет, видимо. Сейчас я переподключу, друзья мои. Инстаграм переподключу. Вижу, что там не отвечает, видимо, даже не доходит. Я продолжаю рисовать некое дерево. Сейчас я набираю цвет листвы, поскольку у нас сейчас за окном лето. много очень листьев. Как нарисовать дерево с листвой в летнем варианте. Как раз сейчас я это и делаю. В каждом эпизоде есть обязательное каноновое построение и поэтапность, которые нужно знать, что за чем идет, для того, чтобы добиться устойчивого своего материала. Вот для этого и нужен педагог, чтобы изучить все этапы графики. Ведь графика в карандаше, она очень сейчас популярна. Сейчас можно купить свободно различные виды скетчбука, которые вам помогут использовать в любой дороге, в любой ситуации, где-нибудь в очереди. вы сможете сидеть и рисовать простым карандашами. Ну, а я набираю крону. Решила нарисовать такое вот дерево летнее с кроной. Чтобы сохранить графику, нужно купить специальное средство, которое закрепляет закрепитель. Или воспользоваться старым способом лак для волос женский. Эти картинки весьма украшают и ваш стол в офисе. И может послужить недорогим таким милым подарком. Сейчас я вам рисую в карандаше. Приглашаю вас еще на мастер-класс, где я буду показывать, как тонкой кисточкой рисуются букеты цветов. Ну, пишет Татьяна, волшебство. Ну, да, действительно, казалось, просто какие-то линии невнятные сначала превращаются в дерево. Красивое дерево. Да, друзья, я еще хочу вас порадовать тем, что у меня есть очень интересный курс, где мы рисуем при помощи чая и кофе. Я хочу обогатить этот курс и показать еще серию уроков, как рисовать графику вином. То есть у нас все это вас ждет впереди. Конечно, не теряйтесь, подписывайтесь, если вам это интересно. И вы будете в курсе всех наших новинок, наших вебинаров. Вам придется инстаграм повторить с этого моего телефона. Там не пошел эфир с телефоном. Ничего, повторим. Вконтакте уже не хочу прекращать эфиры. Очень красиво смотрятся участники и смотрят нас. Ну, это я радую меня. Ничего страшного я повторю еще, потому что нет ничего приятнее показывать какие-то свои наработки, которые вы можете, кстати, несложно повторить. Это обычные простые карандаши. Наталья пишет, спасибо вам всем большое, что так щедро делитесь своим опытом, знанием и временем. Спасибо вам тоже, Наталья. Очень приятно, что это вам может пригодиться и интересно. Но сейчас мы как бы, это не урок, это именно демонстрация. Мы хотим показать, что простыми карандашами, линером можно создавать просто, творить чудеса. И сегодня у нас в клубе будет мастер-класс, тоже интересный очень по графике. Ну, я вам покажу немножко. Сейчас нам покажет, что именно будет. А вы можете, те, кто приобрел абонементы максимальные в клуб, у вас вот этот мастер-класс будет доступен в рамках клуба. И в чате клуба мы вышлем сегодня приглашение на онлайн-встречу, а также там останется в записи двухчасовой урок, где будет только два часа контента, два часа полезной информации, сравнимый с небольшим... Мастер-класса. Да, мастер-класс сравнимый с небольшим мини-курсом. Там будет очень много разных сюжетов, приемов. Можно будет приобрести билет на этот мастер-класс за 750 рублей. Тогда он у вас останется бессрочно в записи. Постоянно. Вы сможете пересматривать, он у вас навсегда останется, этот урок по графике тонкой кисти. Сейчас Лена нам принедет пример. Не просто графика тонкой кисти, но еще создание миниатюрных сюжетов. Где их можно использовать, такие сюжеты, знаете, Владимир, подскажите. Дело в том, что, во-первых, создание миниатюры – это всегда высокое искусство. Это всегда высокое искусство в плане развития миниатюры, который сейчас жанр практически неизвестен, этот жанр, и к большому сожалению, потому что это чрезвычайно красивые мини-зарисовки, которые вы можете использовать в виде, напечатать в виде магнитиков. Это можно сделать как самостоятельную наклейку. Это можно украсить сумку, телефон, маленькие, маленькая графическая зарисовка. Она всегда очень привлекает своего внимания. Мне вот интересно именно на таких изделиях, украшениях, например, брошки, сережки какие-то, может быть, расписать таким мелким сюжетом, браслеты. Можно в деревянных изделиях расписывать такие маленькие сюжеты графические. Наталья спрашивает, какого времени будет мастер-класс. Сегодня с 18.00 в клубе будет мастер-класс. Графика тонкой кистью. Если вы владелец максимального абонемента, вы сможете присутствовать и онлайн, и посмотреть его в записи на страницах клуба. Можете уже сейчас приобретать абонементы или приобрести разовый билет за 750 рублей. Тогда мастер-класс у вас останется в записи постоянно, без ограничений. После проведения запись будет вам выслана. Такая маленькая розочка вырисовывается. Ну, сегодня на мастер-классе с ней давайте не просто будет показывать, как сейчас, но и подробно показывать в карандаше. Сначала, да, композицию, как строится композиция в карандаше, а потом уже, как именно рисовать тонкой кистью, какие-то элементы и собирать все это в сюжет. Будет очень подробный мастер-класс. Сейчас просто рисуем импровизацию, да? Да, сейчас просто импровизируем букетик, как можно тонкой кисточкой нарисовать. И можно же нарисовать по-сухому, по-влажному. Можно оформить всевозможными травинками красивыми. птичками. птичками включения. Мотыльками. То есть, миниатюра, она и есть миниатюра, в том плане, что она может быть разнообразной. То есть, вот смотрите, я если рядышком покажу вам, ведь графика, она может быть и пятном. Но для того, чтобы это знать, какое пятно положить, об этом нужно обязательно рассказывать, учить, потому что без этих знаний базовых у вас не получится. Или будет какое-то несмазанное, смазанное какое-то непонятное изображение. Потому что за каждым, за каждым мастер-классом стоит огромный труд не только педагога, но и тех мастеров, которые когда-то вносили большой самый вклад в развитие наших наших ну вот этих ой искусства, искусства, да, графики. Искусство графики, это да, это, конечно, плеяда художников, и это жанр, и это жанр и относится к иллюстративному жанру. Пожалуйста, вы можете это все оформить, оформить свои стихи. У меня первые мои стихи, к сожалению, оформленные уехали за границу, и, к сожалению, мне даже не досталось моего экземпляра. Вот, в частности, я должна сказать, что первые стихи, которые оформляла в конце девяностых годов, я оформляла в виде как раз вот графики одной линии, использовала золотую краску, черную линию, и очень успешно. Поэтому такие вот миниатюры, они очень хороши. Давайте здесь еще что-нибудь нарисую, раз здесь у меня такой лист, я вам покажу еще какой-нибудь сюжетик небольшой. Сегодня на мастер-классе как раз познакомьтесь с разными видами, более подробно на это покажет, расскажет, как применять, как освоить вот эти навыки. у нас на стене сейчас появится пост как раз поэтому мастер-класс сможете приобрести по ссылке билет. Мастер-класс останется у вас в записи навсегда. Очень полезные навыки, интересные. для этого не надо много материалов, достаточно черной краской, а можно ли тушью рисовать? Можно и тушью. Я вот, например, сейчас черную краску еще добавила фиолетовую, немножко зеленую, серый оттенок, что это очень красиво смотрится. можно использовать белый цвет. Можно на черной бумаге. Да, можно на черной бумаге. Как раз я белый цвет применять буду сейчас в лепесточках. Ну, как сформировать, как показать эффектно, это, конечно, нужно этому учиться. Мы, я очень рада, что благодаря интернету такая техника не будет забыта. Я дала много лет своей жизни изучить работе ростовской финифти, а ростовская финифти это жанр миниатюры, поэтому здесь графика одной линии, а также можете увидеть, как можно нарисовать графику более живописно. я вам покажу, постараюсь, раз мы сейчас в прямом эфире, я сейчас вам покажу немножко, как рисуется та же ростовская финифть, раз мы с вами вместе. Рисуется ростовская финифть теми же красками, пигментами, которые в фарфоровой промышленности. кто любит миниатюрки, кто хочет расписывать какие-либо брошечки, маленькие шкатулочки, кому нравится этот жанр, то очень будет интересно попробовать свои силы и освоить основные приемы. у нас еще в рамках клуба тоже, по-моему, есть мастер-классы, да, мы же записывали уже, как мы такие миниатюрки. Нет, не записывали, это впервые, не помню. Не графики, а вот эти маленькие. Ну, мы там не очень маленькие брали сюжеты, мы брали там побольше сюжета в виде открыток. Акварель бочком мы рисовали. А вот у нас была встреча записи для мастеров по ногтям и росписи. А, да, ногтевого сервиса, да. Там тоже в рамках клуба есть, если вам, друзья, пришлю ссылку в чате клуба, если вы не идете сами. Вот такая вот, видите, какая милая, интересная композиция. Наталья, будет ли курс по этой графике, наверное, имеется в виду миниатюрной графики. Миниатюрной графики, мы уже об этом думали делать такой курс с Татьяной, и если это будет востребовано, конечно, я хочу в рамках Тайны Ларца для педагогов дать одну из тем как раз ростовской финифти, потому что мне бы очень хотелось, чтобы в жанре ростовской финифти педагоги обучали бы наших детей. Дети мелко, так трудно, наверное. Ну, хотя бы, ну, я-то знаю приемы, как сделать, показать им. Тут вот сейчас я с телефона снимаю, близко не получается, к сожалению, но веб-камеру мы сможем настроить, чтобы будет хорошо видно мелкие. Вот это очень хорошо, что веб-камера наша берет очень близко, поэтому я думаю, что это будет очень интересный такой опыт. Но я года два было испытание на мне ростовской финифти, потому что приходится ростовской финифти, это в основном повторение и цветовые, какие-то элементы, цветовые гаммы. А могу сказать, что у меня очень долго она не получалась как раз, ростовская финифти, потому что жанр миниатюры совсем другой, то есть он требует очень хороших глаз, он требует очень большой точности исполнения, и еще он требует очень такой вот усидчивости большой. Что было, я помню, мне было трудновато. Потом я ее осилила. в чем прелесть миниатюры? Для меня, например, то, что быстро можно выполнить, краски меньше затратишь. Краски, вот, между прочим, насчет красок это в первый раз я слышу. Ну, когда вот краску экономила, так я действительно радовалась, то, что я рез, записываю брошки, там, браслеты, что краски уходят намного меньше. Ну, и быстрее получается сюжетик. А, когда продавали, продавалось изделие свои, то по цене большая там доска расписная и браслет, что браслет дороже даже шел по времени и быстро. еще знаете, что ведь доска это утилитарная, так как кухонная, поэтому она априори не может быть как бы дорогой. Поэтому украшение, оно уже выходит на другую рамку. Дорогие друзья, сейчас мы запишем еще повтор этого, думаю, это никогда не повторяется, у нее всегда что-то новое, мы напишем эфир в инстаграм, поэтому, кто еще не подписался, подпишитесь в инстаграм, приходите на наш профиль, буквально через 10 минут мы запишем в инстаграме, хотели одновременно, но не получилось, поэтому наш инстаграм фолк-арт Голубева, подписывайтесь и приходите через 10 минут на эфир туда, увидите еще другие сюжеты по графике. Спасибо вам за внимание и приходите на наш мастер-класс в клубе.